Ракомолочная железа Но данных только о морфологической и гистологических параметрах и клинических характеристик в диагностике нам недостаточно для назначения современного лечения. На докладе «Русско» докладывала доктор Демидова Ирина Анатольевна, где продемонстрировала результаты исследования от 2011 года о том, что 85% пациенток с ранним ракомолочной железы получат неадекватную терапию, неважно неодевантную или одевантную, с точки зрения длительной 10-летней выживаемости, а 20% погибнут от болезни в течение первых 8 лет, несмотря на проведение лечения. Это у пациентов, которым были определены только морфологические подтипы опухоли молочной железы, то есть, по сути, верифицировано злокачественное образование. Какие же бывают все эти различные морфологические подтипы в своих молекулярных подтипах? У нас есть классические рекомендации «Русско», где мы видим, что опухоли молочной железы разделены на 5 молекулярно-биологических подтипов, включающие люминальный АБ, ИЧР обогащенный, либо нелюминальный ИЧР обогащенный и базально подобный. Смотря на эту таблицу, кажется, что все довольно просто. Есть 4 параметра, и от различных вариаций этих параметров будет определенный по тип опухоли молочной железы. Но не все так просто, и далее я расскажу, почему и зачем клиническому онкологу, почему это действительно важно. В классификации онкологических заболеваний AGC 8-го пересмотра, помимо уточнения стадии морфологических характеристик опухоли, опухоли молочной железы, для определения прогностической стадии стали использоваться прогностические и предиктивные факторы. Они включают в себя степень дифференцировки опухоли, ИЧР-2 статус и гормональный статус опухоли. Так мы можем увидеть, что опухоль клинически сходная по размеру опухоли, статусу лимфатических узлов и отдаленных метастазов, в своем вариантах может относиться либо к 1-й А стадии, либо к 3-й А стадии. И, соответственно, казалось бы, что одинаковые опухоли, но лечение будет для них абсолютно различное. Стандартом на сегодняшний день является иммуногистохимическое исследование с определением гормонального статуса ИЧР-2, а также индекса пролиферации КИ-67. Но в исследовании, проведенном и продемонстрированном в 2011-2013 годах, было показано, что 30% гормонозависимых опухолей не ответят на терапию антиэстрогенами, а 50% ИЧР-2-позитивных опухолей будут резистентны к таргетной терапии, либо разовьют раннюю резистентность в течение непродолжительного времени. Не менее важной проблемой остается низкая межлабораторная сходимость результатов иммуногистохимических исследований. Как же мы пытаемся правильно определить по типу, чтобы избежать возможных ошибок? Существует несколько методов. Они распределены по группам. Методы классифицирующие и методы стратифицирующие опухоли по группе риска, включающие в себя мамопринты от КТАЙПДХ. На них мы сегодня подробно останавливаться не будем. Мы поговорим про методы классифицирующие опухоли по молекулярным подтипам. Это классическое иммуногистохимическое исследование, а также исследование ПАМ-50. Если иммуногистохимическое исследование включает в себя 4 показателя, то ПАМ-50 основано на профиле 50 различных генов. В настоящих реалиях, если выполнять это исследование рутинно, это будет трудоемко, ресурсо и энергозатратно. Поэтому используется суррогат исследования ПАМ-50 иммуногистохимии. Но поговорить о ПАМ-50 мы сегодня не можем, так как это большая фундаментальная работа, которая была проведена патоморфологами. В 1985 году были представлены результаты анализа экспрессии генов, при которых выделили 5 подтипов опухоли, с помощью которого это исследование показало, что существуют как раз таки известные нам люминальные и нелюминальные, люминальные А, Б и ЧР обогащенные трижды негативный базальный подтип. И для пациентов сложных клинических случаев этот тест возможно применить для того, чтобы более точно определить, почему опухоль не отвечает на гормонотерапию, либо почему она становится резистентна к таргетной терапии. От этого будут зависеть показатели выживаемости. После определения молекулярного подтипа опухоли мы на графике видим, что ИЧР-2 обогащенные и опухоли базальподобные, либо трижды негативные, они имеют меньшие показатели выживаемости, а значит эти пациенты требуют усиленного лечения и более тщательного контроля, прошу прощения. Как это помогает клиническому онкологу? Существует такая упрощенная схема принятия решений на основе биологии опухоли в режиме таймлайн. Здесь мы видим, что первым этапом опухоль классифицируется по молекулярно-биологическому подтипу. Здесь нам на помощь приходит иммуногистохимическое исследование, либо исследование ПАМ-50. В иммуногистохимии определяется степень дифференцировки рецептора эстрогенов-прогестеронов ИЧР-2 и КИ-67. Далее, после того, как мы понимаем какой-то опухолевый подтип, мы прогнозируем оценку рисков. То есть мы определяем стадию заболевания и понимаем, каким образом можно будет на это заболевание воздействовать. В оценке рисков нам помогают, опять же, прогностические факторы, включающие грейд, и иммуногистохимические маркеры, размер опухоли, статус лимфатических узлов. Тут же на этом этапе можно применить методы, стратифицирующие опухоли по риску, и затем принять решение о том, какая терапия должна проводиться для пациента. Как все дороги ведут в Рим, так и мы всегда, говоря в онкологии о принятии решений, сводимся к одному мнению о мультидисциплинарном подходе. Должна работать большая команда специалистов, чтобы все с точки зрения своей специальности могли более тщательно и более правильно подобрать индивидуализированное лечение для конкретного пациента. Чем же нам поможет такой подход? Мы сможем выбрать специфичные методы дообследования, определить предиктивные факторы лечения, спрогнозировать общую безрецидивную выживаемость, а также составить индивидуальный план лечения. Таким образом, повышается эффективность проводимой терапии. Стандартом исследования для определения молекулярно-биологического подтипа остается патоморфологическое исследование. Но важно сказать об альтернативных способах определения молекулярного подтипа опухоли, и в этом случае как раз-таки нам помогает радиогеномика. Мои коллеги в дальнейшем расскажут конкретно по каждому подтипу и соотношение морфологических характеристик молекулярного подтипа опухоли и визуализации при помощи инструментальных исследований. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...